Почти тысяча страниц уникальных документов и источников. Летопись Самойла Величко – крупнейший и во многом ключевой памятник казацкого периода истории Украины. Впервые эти материалы опубликованы в полном объеме. Летопись Самойла Величко, как известно, фрагментами об этом пишут авторы предисловий. Ее печатали на протяжении столетия уже почти. Но полнота этой работы, она, конечно же, в высшей степени важна и для понимания украинской истории, и для понимания российской истории. Презентация фолианта прошла на площадке Российского исторического общества. Над масштабным проектом ученые трудились, начиная с 2012 года. Том появился благодаря сотрудничеству Центра по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета и Национальной академии наук Украины. Выход книги приурочен к трехвековому юбилею создания самой летописи. Нынешняя ситуация в взаимоотношениях между нашими странами, к сожалению, не способствовала бы вот этой работе на первый взгляд. Но на самом деле контакты между учеными не прекращались. Они в настоящее время достаточно интенсивны. И кажется, что это большое достижение и своего рода научный подвиг тех, кто это сделал. Большой подарок и украинцам, и нашим соотечественникам, россиянам, всем, кто интересуется историей. В 19 веке летопись приобрел русский собиратель древностей Михаил Погодин. Так, уникальный памятник оказался сначала в Москве, а потом переехал в Санкт-Петербург. Оригинал летописи и по сей день хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Мы смогли определить настоящий возраст летописи. Датировка ее сдвинулась почти на 40 лет, что имеет очень большое значение для понимания реалий написания этой работы. Были сделаны съемки в инфокрасных лучах и множество других технических исследований. Нам удалось доказать, что Величко использовал те документы и материалы, которые в настоящее время не сохранились. Это почти 300 документов Гетманского архива, который погиб впоследствии. Это ранние казацкие дневники и хроники, которые не дошли до наших дней. Еще в середине 19 века было осуществлено издание летописи, но с большими изъянами, без учета вставок, подшитых в летопись оригинальных документов и без кадикологического анализа. Уже в советские годы на Украине издали небольшую часть летописи, но опять же с ошибками. Издание текста всегда стимулирует исследование вокруг текста. Поэтому при подготовке собственного издания была проделана огромная работа и по выяснению истории рукописи, и по кодикологии рукописи, и по выяснению истории текста и последовательности написания этого текста. И, собственно, была значительной степени переосмыслена биография самого автора. Издание документов – это, безусловно, польза и большой вклад в науку, говорили собравшиеся. Особенно сегодня, когда так много любителей и псевдоисториков отрицают источники древних веков и средневековья. Это очень важно для изучения 17-го и 18-го века. Для украинского народа, для Украины 17-й век – это век противоречий, век довольно сложной истории, столкновения разных тенденций, направлений. И поэтому получение дополнительной информации, источниковического произведения, которое позволяет лучше понять ситуацию. Несмотря на уникальность издания, несколько лет назад проект оказался лишен грантовой поддержки. Так, например, Культурный фонд Украины отказал в выделении средств на издание летописи. Книга в конечном счете вышла в киевском издательстве «Клио» на средства меценатов. Первый тираж – тысяча экземпляров. Возорвалось информационное пространство, и в каждом городе Украины уже есть презентации. И все это благодаря нашим меценатам, которые поверили в успех этого проекта. И свои экземпляры, которые они по предварительной записи получили, они дарят в университеты, в музеи. Для Украины это большой труд, это большое значение имеет. И я думаю, для наших историков это начало процесса переосмысления нашей истории. Сейчас специалисты готовят к выходу новое, более доступное для читателей издание. Кроме того, работают и над созданием цифровой версии. Возможно, в будущем к работе над распознаванием рукописей могут привлечь искусственный интеллект. По аналогии с распознаванием петровских автографов. Так, при поддержке российского исторического общества, в рамках прошедшего конкурса «Диджитал Петр» для распознавания текстов первого русского императора создано новое программное обеспечение. И уже отрабатываются лучшие алгоритмы. Служба информации Фонда Истории Отечества.